всем привет и сегодня мы с вами поговорим о новых процессорах райзен все их хвалили просто на протяжении очень долгого времени все просто писали что это супер супер мощные процессоры которые превзойдут intel core i7 несколько раз и там всем дешники кричали ну конечно я могу понять всех м дешников потому что доверие фанатов rmd очень сильно упала к компании самой md потому что они в последнее время откровенно сказать сливали просто сливали intel и ничего с этим не поделаешь по всем параметрам там буквально core i3 делал фиксы и так я сегодня с утра просыпаюсь захожу свой любимый магазинчик и смотрю опа в наличии появился md ryzen 7 и вы знаете по какой цене я вам скажу это 16 тысяч девяносто две гривни переводе на доллары это у нас пятьсот девяносто шесть бакинских рублей и так я сравниваю их между собой между core i7 77 2 0 ok 4 2 гигагерца 8 мегабайт кеш 91 ватт тепловой пакет а у md ryzen 8 ядер 36 гигагерц 4 мегабайт кеш 2 уровня 16 мегабайт кеш 3 уровня 95 ватт в тепловой пакет а у intel 4 ядра и так друзья мои цена на него аж превысила пятьсот девяносто шесть долларов плюс доставочка у нас будет 600 бакинских долларов это вам скажу не маленькие долларидзе я не знаю из эти бабки могу игровую систему реально собрать за 600 долларов я вам базарю блин и все будет тащить нормально на высоких настройках и без лагов ну ладно вот посмотрите разницу между core i7 и райзен 7 18 2 0 x это у нас 200 баксов почти разницы и не надо надо еще учитывать то что если мы собираем на вот этом процессоре себе допустим систему то мы должны еще купить материнскую плату хотя бы за 150 долларов плюс видях у жирненькую короче это комплексе собирать на md ryzen 7 то придется потратить не силы и лавандосики и в итоге не понятно что выйдет частота ниже игры еще не уз не умеют использовать все я до 8 у него 8 ядер 16 потоков так что он не знаю не знаю будет ли смысл в этой покупке посмотрим дальше первый тест который мы будем смотреть это сильный бенч как мы видим в одно ядерном тесте райзен 7 за 600 долларов на чистоте 40 сливает кай 7 77 2 0 кей вы понимаете о чем я вы просто сливает то есть одно ядро реально физическое мощнее уж по и 7 чем у райзен 7 18 2 0 это нам говорит о том что я да все таки у intel а как ни крути мощнее но и разин всем просто выигрывает из-за многоядерности а в многоядерном режиме конечно она просто сливает а седьмой в 200 чем-то процент процента вот мы видим здесь тест даже разогнанного из 7 4 и 6 гигагерца тысячу баллов а у райзена тысячу семьсот то есть сто процентов она сливает представляете ну для рендеринга такая система подходит как ни крути она имеет больше ядер 8 ядер 16 потоков для видео просчетов это будет то что надо про в венера и как видим идет практически конкуренция между этими процессорами как вы можете верить а в 7 zip то конечно же райзен выигрывает где-то 80 процентов вот так выходит и так следующий тест который мы смотрим это просчет видео материалов в формате 4к он выигрывает у коры а и 7 ну на 20 процентов примерно 20-25 зависимости от чистоты такой прирост не дает конечно ну такой повест вы сами понимаете 25 процентов но если вы монтируете 4к видео 25 процентов за 200 баксов пойдет состегнуть тут уже надо подумать конечно шо выгоднее купить следующий тест это у нас 3d mark fire strike как мы видим 3d mark fire strike практически идентичные результаты в экстрим настройках 8100 ой 7 и 8 200 в райзен 7 а fire strike на стандартных настройках у нас также производительность одинаково ничего сверхъестественного не произошло хоть и у него хоть и fire strike поддерживает многоядерный режим и так констер страйк global самая важная игра для всех задородов это контер страйк молодежи так сказать потому что все фанатики все шпилят контер страйк global так посмотрим при медиум настройках у нас разен вываливает нам 270 кадров в секунду 270 коры и 777 2 0 к также вы вываливает 270 fps а по и максимальных настройках райзен вываливает 256 а тут 260 или 264 но вы видите здесь результаты практически идентичны тут ничего нельзя сказать что один лучше или другой хуже оба процесса справляется с этой задачей отлично то что есть один недостаток у разина мы видим что не самый низкий fps который идет в контур страйке 165 а у интелла 170 понимаете следующая игра это gta 5 на ультра высоких настройках графики при full hd мы получаем на райзене 81 кадр максимально коры 777 2 0 кей 74 тут gta 5 умеет использовать все логические ядра я так понял и потому fps выше так deus x смотрим результаты здесь коры и 7 немного выиграть по максимальному фрейм рейту по нижнему чуть сливает ведь так больше тестов я вам не покажу потому что это и так батя за много времени потратил на эту лажу где-то через месяцочек батя думает купить райзен 5 за 220 долларов там был и сделать полноценный видео обзорчик и собрать на основе этой платформы m4 новый калькулятор и оценить его возможности а на сегодняшний день я считаю что md ryzen неоправданную цену имеет и я считаю что нету смысла вываливать столько долларов 600 долларов за процессор это нереальные денежки и он не показывает такой производительности на 600 долларов реально он не показывает потому что кора и 7 иногда конечно он его дручит без проблем а иногда у него сливает так что тут так что тут спорный вопрос итак друзья мои если вам интересно новые видосики подписывайтесь на канал смотрите видосики будем делать тесты и будем скоро собирать md ryzen калькулятор всем удачи не тупите покупайте хорошие железо не вываливайте своих карманов миллионы долларов за всякий кусок говна если вам нужна система конечно же для видео просчетов то можно райзен этот покупать но все равно вам придется отстегнуть за него не хилых лавандосиков так что тут спорная спорный вопросик и пишите в комментариях что вы думаете по поводу моих рассуждений насчет этого компа и какой стоит процессор купить на обзор из райзенов я вскоре буду делать видеоролик так что жду ваших комментариев и будем собирать калькулятор на основе новой платформы от амд я рад что она вышла потому что конкуренции у интела не было и они залупали цену но эти вообще так залупили шумер не видал так что тут спорно все все спорно очень спорно все что вы думаете излагайте в комментариях всем спасибо друзья мои всем удачи пока